Согласно закону Республики Таджиксен, государственной почтой облагается, она выплачивается государственной почтой. Услуги и оплата должны происходить. Они должны были сданы в Амунадбанк, кассы Амунадбанка. И нотариус, получив квитанции, она должна потом совершать натуральные действия. Это установлено законом. Раньше было. В Ременцоветске было прямо написано в законе, что можно наличными, можно и так. Раньше было. А такую норму убрали наличными. Сейчас закон требует, чтобы только после оплаты в Амунадбанках совершили натуральные действия. Граждане не хотят идти в кассу, потому что в кассе что творится там, там сколько очереди. Особенно, когда оплата за коммунальные услуги идет время и патент, получение патента. Должны иметь при себе обязательно паспорт, потому что там место жительства устанавливается. И должны иметь, согласно налогового кодекса МЛН, идентификацию. Налогоплательщика даже, потому что госпошли не принимают. Отказываются принимать. Люди приходят, они бегают. Очень трудно с ними. Поэтому иногда, я же говорю, нарушения идут, но это временно, оно должно как-то регулироваться. Они не должны принимать. Все равно, хобби какой бы ни было, они должны принести как квитанции. Она должна быть оприходом, потому что это государственная пошлина. Она абсолютно не освобождается ни с кем. Установлено законом, гражданин должен оплатить. Если не оплачивать, за это или меньше будет оплачено, или больше будет за это ответственный нотариус. Но я против этого, что принимали. Потому что как-то человек, она даже если только мы будем госпошли платить и завтра получить это квитанции, это гражданин о совсем другом будет думать. Скажет, что может быть нотариус взял, но и нет денег. Ну да. Неправильная оценка будет работа над этим. Поэтому лучше пусть платит. Как раз пусть оплачивает, пусть гражданин. Каждый гражданин пусть знает, что свои права, каждая свои обязанности. К этому стремится даже наше государство. Каждый гражданин имеет право знать, сколько он платит. Он может требовать у нас даже с архива копии квитанции. Мы отдаем копии, пожалуйста. Это его договор, его действие. За что платить копию мы отдаем? И вдруг ему надо отчитываться где-нибудь. Ну, конечно, сложности есть в нотариусе. Даже, как другие, сложности, трудности в работе нотариуса. Во-первых, нотариусы не должны сидеть вместе. Так столько многого. Наши нехватки зданий у нас. И прием граждан, чтобы условия создать не только нотариуса, и только создать условия для посетителей. Мы пришли и должны были сесть. Не стоять. А у нас стоят посетители. Понимаете? Вот сложности. Чтобы электронная база. Вот сложности у нас, пока мы электронной системой хотим делать производство, делать немножко. Там надо, чтобы какое-то финансирование искать. Продолжение следует...